Значит, мне нравится Бондарович. У них примерно один вес. Хотя, вроде, симпатия, антипатия, тут бы сказать... Ну, только симпатия, можно бы сказать. Значит, дело всё в том, что мне нравится сосредоточенность, с которой Бондарович выходит. Ну, и Ильин тоже, он так сказать... Ильин вообще очень симпатичный парень. Посмотрите, как себя ведёт. Тоже спокойный такой. Вышел на схватку настоящий мужчина-боец. Ну, капа у него самая такая... Ну, это говорит о том, что он знает... Цена ударов. Цена ударов, что может быть. Да, 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 да. Ну, боксёрская стойка. Причём, если у Ильина она такая настоящая, то у Бондаровича она такая защитная на перехват. Кулак не сжат, понимаете, вот так вот. Ну, опять же, вот... Ну, понятно, что против Ильина он мог выйти и в куртке дзюдо. Или там каратистская куртка, может быть, это. Бондарович внизу оказался. Не внизу, он просто ему удобно болевой делать в паркере. Вот и всё. Ну, опять, посмотрите, опять наносит удар одной рукой. И вот удары пока не проходят. Хотя удары очень хорошо поставлены. Они проходят, они поставлены. И, ну, значит, Бондарович контролирует ситуацию. Он видит, что происходит. Хотя Ильин более агрессивен. Но опять, видите, захват на болевой. Вот захват на болевой. Или сейчас будет болевой приём? Нет, сейчас не будет, потому что локоть не зафиксирован. И вот, видите, удары на камень. Такой удар коленом мощный. Да, удар коленом. Это очень мощный. Это более мощный удар, чем удар на болевой. Хорошо, что Бондарович успел вывернуться. Иначе ему сейчас пришлось бы очень тяжело. Браво! Браво! Мне кажется, что Бондарович сознательно. Он понимает, что перекрыть все удары Ильина ему не удастся. Часть придётся принять. И вот этот бой продолжается. Часть придётся принять. И вот я понимаю так, что Бондарович... О, какой мощный удар. Ещё удар. А вот Бондарович идёт захват. Вот если бы Ильину-то курточку отдать свою, вот тогда было бы совсем хорошо. Ну, видите... Да. Так, вот захват. Только Бондарович устраивает захват, Ильина устраивает свобода. Вот опять, видите, захват руки. Захват руки. Ну, здесь безобидная ситуация, где домой, другое, другое. Ну, очень трудно при захваченных руках... А вот сейчас уже всё. А вот был его приём, да? Вот уже всё, да. Вот это всё. Я думаю, что тут должно всё кончиться. Чтобы будет сдача. Да. Судья остановил схватку? Нет, он не мог просто так остановить. Должна была быть либо сдача, должна быть, либо... Или продолжение поединка. Анатолий Юрьевич... А, продолжение поединка. Видимо, сдачи не было. Так, видимо, сдачи не было. Это какой-то спорный момент. Нет, это не спорный момент. Видимо, там мешала сетка. Ну, какие-то обстоятельства... Да, видно, Анатолию Юрьевну показалось, что есть сдача, а на самом деле сдачи не было. Бывают такие сказки, да? Нет, дело всё в том, что там была сетка, и... Значит, это... Минуту внимания, пожалуйста. Страсти накаляются на нашем... Они уже давно накалены. Просто, так сказать, не было предмета для реализации их. А тут появился предмет. Значит, они были прижаты к стенке. Ситуация, ну, так сказать, с позиции судейства была безвыходна. Поэтому Юдин и поднял обоих. Это самый удар. Это самый... Классный удар. Вот такой ещё один удар. Это самый длинный поединок пока за наш чемпионат. Ну, я не слежу за временем, но я вижу, так сказать, бой равных. Причём, более агрессивен всё-таки Ильин. Внешне. Да. Внутренне Бондарович... Ну, гадите, он акцентирован на удар. Да. А Бондарович более собран и... Менее... Ну, эффективен, что ли. Вот так зрелищно, я буду так сказать. Но вот по профессиональному качеству, мне кажется, что Бондарович... По-серьёзнее ему. Вот тут... Хотя, может быть, Ильин, если зацепит, то... Мне кажется, теперь важно, кто больше готов физически. То есть, кто сейчас больше готов физически, тот... Да, функциональное качество начинает сказываться здесь, я думаю, функционально. Вообще, в такой схватке, кто вот бьёт, ему тяжелее со временем, потому что у него расходится больше энергии. Ну... А тот, кто борется, он больше... Нет, не думаю. Больше времени может выдержать, вы не думаете? Нет, здесь зависит вот физический качество подготовки, функциональная подготовка. Вот-вот опять болевая приёма. Вот опять болевая. Вот это уже техника. Опять ушёл. Молодец. Всё-таки Ильин владеет защитой от болевых и нанесением удара. Это специфичное... Да, заметьте, на соревнованиях болеют и женщины. Видно, им тоже это интересно. Я впервые вижу, что столько женщин... Да, симпатизировали настоящим мужчинам. А здесь настоящие мужчины. Но заметьте, сколько здесь красивых женщин, которые так эмоционально болеют на этих соревнованиях. Я ни разу на соревнованиях по борьбе не видел такого количества женщин. Анатолий Игоревич, вы же женатый человек. Ну нельзя так откровенно. Ну это очень приятно. Так, вот удар ногой, удар коленом опять. А Бондарович всё продолжает держать позицию. Но сейчас более выгодная ситуация ведь у Ильина. Нет, нет, нет. Сейчас выгодная ситуация. Вот Ильину уже не нужно это. Обратите внимание. Вы сейчас заметили, какой удар коленом был? Да, Ильину уже это не нужно. Не нужно. Ильин хочет уйти и не может. Его держит Бондарович. Что тут Бондарович будет делать, трудно сказать. Но Ильину не нужна эта ситуация. Это ситуация Бондаровича. Да, вот здесь надо, конечно, разбираться в тонкостях борьбы. Конечно. Такое впечатление, что... Нет, это только впечатление. ...побеждает Ильин, а оказывается, вы говорите, что больше и лучше ситуация Бондаровича. Кто побеждает, мы узнаем, когда будет сдача. Или нокаут, или там снятие. Но сегодня вот по ситуации, контролирует ситуацию... Вот сейчас Ильин удар идет. Освободился захвата? Бондарович решает какую-то свою задачу. По-моему, оба бойца уже сильно устали. И схватка длится длительное время. Нам бы надо с вами секундомер завести. Все-таки, Антон Григорьевич. Да. Сейчас мы его заведем. Так, вот переход на удержание. Вот тот, что хотел Бондарович. Бондарович вышел из этого положения. Теперь он сверху. Да. Но вы говорите, что в этом положении... Для ударника. Для ударника. А для борца... Ударник это тот... Ну, бью... Да, ударник. Да, немножко удар. Да. А вот для Бондарович... Вот видите, тут всякие, значит... Смотрите, пальцами, пальцами дают какие-то болевые точки. Это как-то джинджицы в боевом самбо. Ради бога. Ради бога. А какой удар? Вы заметили, какой удар сейчас по затылку? Да, да, да. И Бондарович, все... Здесь удар может просто сотрясти Ильина. Им надо как-то выворачиваться отсюда. Я вижу неудобства для Ильина в этой ситуации. Опять вывернулся. Вот это Евгений Михайлович Чумаков, отец, один из основоположников борьбы самбо. А смотрите, как он тоже болеет на этих соревнованиях. Да, ну что вы. Это эпоха в самбо. Так, вот захват на болевой прием. На болевой прием. Ну, тут недостаточно. Вот, все. Сдача, это сдача. Вот смотрите. Бондарович победил. Как не смотрелся Бондарович, так сказать, внешне, хотя вот профессионально он все-таки смотрелся нормально. И как он методически... Это стиль джиу-джитсу, да? Да, методически добился своего, значит, выгодного захвата. Лярдович, ну вы заметили, что он, в общем-то, действительно соответствовал стилю джиу-джитсу? Вот удар, представляете, он получает удар ногой по лицу. Вот мне показалось, что он хотел именно поддаться, и потом в такой ситуации победить. Если бы он поддался, то он бы уже от этого удара должен был упасть. Победил Сергей Пондарович джиу-джитсу. Это очень серьезный стиль, который может противостоять любому другому стилю. Я думаю, что все зрители... Утушение... Благодаря обоих участников... Да, да. Это прекрасная пара.